Мы, наверное, начнём. Те, кто опаздывает, они подтянутся. Внизу Сергей Чернов. И, в общем-то, сегодня мы хотим представить вашему вниманию первую лекцию из серии лекций, посвящённых исследованиям интернета и общества. На сегодня у нас будет тема «Экономика, онлайн-реклама. Практика, теория их приложения. Открытые вопросы». И сегодня Сергей Змалков, профессор Рэш, в прошлом выпускник Рэш, PhD из Bernstein University, несколько лет профессорства в МНТ, если я не ошибаюсь, будет рассказывать о том, как модели онлайн-аукционов, как они поменяли современную теорию экономическую и как они вошли в жизнь благодаря, в том числе, таким гигантам, как Google, Yahoo, Яндекс и прочее. Я не буду больше тогда отнимать время. Прошу, Сергей. Ну что ж, дамы и господа, спасибо. Спасибо за то, что пришли, несмотря на, для Рэшетсова это экзамены, а для публики Рэшетсова это на погоду, удовольствие и все остальное. Соответственно, я вам расскажу, я вот так сказал, взгляд экономиста на на этот рынок. Почему это может быть интересно? Соответственно, я не буду приводить, показывать огромное количество картинок, я не буду показывать огромное количество формул, но при этом, если у вас возникают вопросы, не стесняйтесь задавать их сразу. Не нужно ждать до конца, и мы попробуем на характерном режиме, если понадобится. Соответственно, вторичка фруктов. Так, ну, так, краткий план того, что будет. Я расскажу немножко про контекстную рекламу, про другие интернет-рынки, которые будут подобны, может быть, не очень подобны, про то, как контекстная реклама устроена, про ее историю, про вот здесь как раз моменты теории, и как, соответственно, теория-практика друг друга задавала друг другу вопросы, и, соответственно, как влияла на дизайн и эволюцию этого сорта рынка. Я расскажу про некоторые новые исследования, в частности, которые мы делаем в Рэйш и в Яндексе, про некоторые эмпирические исследования, ну, и, соответственно, возможно, как бы некоторый набор вопросов в целых областей, которые, на мой взгляд, достаточно перспективны, и в которых я ожидаю много новых и интересных исследований. Итак, простой вот момент. Зашел на Яндекс.Сайт, на сайт Яндекса, извиняюсь, набрал в Центре изучения интернета и общества. Выдает некоторый набор ссылок, это как бы ссылки с номера 7 до 10, то есть целая большая страничка, а вот в конце выдается реклама. Видите, здесь в данный момент она явно отделена, но видите, реклама, она какая-то странная, это про бизнес-кредит. Но кто-то захотел рекламироваться по каким-то вот ключевым словам из Центра изучения интернета общества, ну, в общем, реклама показана. Конечно, если сделать более такой, есть коррекоммерческий запрос, например, гостиница «Москва», кто-то знает, что это уже в гостинице в Москве, сама гостиница «Москва» и что-то еще. Как вы видите, с одной стороны Яндекс находит достаточно быстро вот конкретно гостиница «Москва» в Санкт-Петербурге по названию. Но зная, что я в Москве, он выдает мне теперь рекламу просто сходу. И знаете ли мы, видишь, что это коммерческий запрос, есть много желающих показываться на гостиницу «Москва». Видим, эти желающие, в общем-то, вполне себе релевантны. Booking.com – один из самых мощных сайтов поиска, продажи, покупки, номеров гостиницы. Известно, что такое контекстная реклама? Ну, в большем счете, очень просто. Пользователь делает некоторые действия на интернете, в сети. Он может искать, он может переходить со странички, странички, он может пользоваться почтой, он может посещать социальные сети, он может делать покупки напрямую. И во многих местах, как вы сами знаете, и из вашего собственного опыта, вам искать эту рекламу. Иногда она полезна, чаще назойливая, когда отвлекающая, иногда вообще не имеющая никакого отношения к тому, что вы уже сделаны. Но, реклама выскать. Ну, и соответственно, в чем здесь контекстность в том, что в зависимости от того, что пользователь делает, какой он поисковый запрос делает, какие книжки покупает, ему показывается, это плана, зависитая от этого. от контекста, который находится. Если это на какой-то страничке в интернете, возможно, этот контекст будет давать сама страничка. Если эта страничка, например, про пластиковые окна, вдруг, про строительство, то вам могут показать рекламу пластиковых окон. Ну, мышцы твои. Ну, и что же здесь такого? Жизнь есть жизнь, реклама показывается, реклама есть по телевизору, реклама по радио, реклама на Ленинском проспекте. Что-то такого интересного. Даже если это, не знаю, десятки миллиардов долларов, даже если это большой рынок. Кстати, насколько большой рынок? Если мы посмотрим на рынок мировой рекламы и в доле разной рекламы. Так как видите, интернет-реклама, она, в общем-то, уже обогнала рекламу в газетах. Через пару лет обгонят рекламу в газетах и журналах. Конечно, пока еще не близко к рекламе телевизионной. Но, в общем-то, уже мощнее, чем любой другой источник рекламы, кроме телевизионной рекламы. А соответственно, если взять одну конкретную кампанию, то реклама это основной источник денег для этой кампании. В частности, угол в 2019 году заработал всего 42 миллиарда долларов под предоставлением разных рекламных услуг. Неизвестно, как делятся бюджеты на контекстную рекламу и найти не контекстную рекламу? Она почти вся контекстная сейчас. То есть и в России, и в Америке? В общем-то, да. Едесно, что есть разные типы контекстной рекламы. Есть типы, которые представляются напрямую по запросу поисковому, есть типы, которые, когда идет переход на страничку, на этой самой страничке представляется реклама, которая, например, Яндекс или Google может видеть, что пользователь перешел на чью-то другую страничку. Страничка, например, компания Mail.ru или Одноклассники. Вот. Сама компания Одноклассники может, ну или Рэш, например, Рэш, занимается, ну как бы Рэш, хотел бы разместить у себя рекламу. Возникает вопрос, кто эту рекламу предоставлял. Так вот, Google, опять же, или Яндекс может эту же рекламу предоставлять, а доходы делить. в некоторой пропорции. Ну, в общем, это, я не могу сказать, там, 99.5% или не, но, как бы, я просто не знаю точную цифру, но мое ощущение или ожидание, что это серьезно за 90% если сравнивать всю рекламу. Теперь, почему может быть интересна контекстная реклама? Ну, с точки зрения потребителя, казалось бы, ну, реклама, она раздражает, она лишняя, она застаряет в изучу поиска, она застаряет доступ к информации, и, в общем-то, ранее исследование в интернете, заметим, в этой картинке Яндекса, реклама была выделена, что ядно видели, что есть реклама, что не есть реклама. Ранее исследование говорили о том, что потребители не различают, где есть реклама, где нет рекламы, когда, собственно, крикают на рекламу, понимают, что эта реклама и им это не нравится. Вот. Где эта реклама может обманывать, где эта реклама может не совпадать с запросами. Вот. Конечно, часть рекламы дает информацию, на самом деле, базовая идея первоначальная реклама о том, что раз люди, участники, готовы за рекламу платить, рекламодатели, то, возможно, это серьезные участники. Серьезная информация. А эта серьезная информация, почему бы не показать ее пользователям? Потому как это, соответственно, некоторый дополнительный признак того, что это подходящая информация. Если сам рекламодатель за эту информацию, готовы за предоставление показанной информации, готовы кладем с очень много. Вот. Но косвенно, вот важная роль, то, что все, ну, или там почти все, что вы видите, в смысле поиска просто новых продуктов, организации, на интернете, оно все питается из рекламы, из этих денег. Не будет этих денег, не будет качественного продукта, базового продукта. Это именно то, что позволяет то, не знаю, интересное, прекрасное, хорошее на интернете, то, что вы видите, позволяет этому жить. С точки зрения экономики, ну, конечно, все-таки действительно большой рынок. Все-таки это некоторый тип рекламы. И как бы интересно посмотреть, как эта реклама, например, работает по среде с другим типом рекламы. Насколько она эффективна, насколько она отличается, где и как она отличается таким рынком. Вот. Но, на мой взгляд, самый интересный вопрос заключается в том, что, как бы, то, что это единый рынок рекламы, например, если вы там есть телевизор, телевизионная программа, канал, например, там, РТР, у меня есть рекламный слот. По большому счету, РТР, совершенно не важно, какую рекламу он показывает. У нее есть, там, определенное количество слотов, например, там, 20 в час, там, не были 20-30 секундных роликов, вот. И, соответственно, РТР, не важно, какую рекламу он показывает, ему важно, ей, каналу важно только распределить, расстояние рекламы. Кто-то побольше заплатить, тот, и эта реклама покажет. Но, есть некоторый объем. Это, как по-другому, тот же поток, один и тот же товар, экранный рекламный, 30-секундный ролик, и, соответственно, все, которые хотят ее показать, смотрят. Понятное дело, каналы-каналы-каналы немножко отличаются, но, в общем, продукт, по большому счету, типичный. Это 30-секундный рекламный ролик. И, можно говорить о некотором рынке, такие, такой рекламы. Если мы посмотрим на билборды в Москве, их огромное количество, они, конечно, не совсем одинаково, они находятся в разных местах, но, это все равно билборд. Если мы посмотрим на одну конкретную газету, не знаю, Wall Street Journal, есть места под рекламу, и, соответственно, таких мест, произвести достаточно много, соответственно, вот каждый кусочек, каждое место, но с собой чего-то представляет и продается. Но, это, опять же, однородный некоторый продукт. И, пока, этот однородный продукт, это более-менее, не знаю, классический рынок. Но, вот эта реклама, и рынок рекламы, как я вам постараюсь, не знаю, показать, убедить, это не сильно классический рынок. На самом деле, каждая реклама уникальна. Если я запуску на поиск в центре изучения интернета и общества, это мой уникальный поиск. Очень навряд ли, что в данный конкретный день кто-то такую же самую фразу запустит, искать. Или даже, может быть, за неделю. Может быть, запустят, может быть, нет. В Москве, в Петербурге, в Америке, или в Магадане. Непонятно. Но, более важный момент, и я как раз покажу это через эволюцию о том, что важно, очень важно качественный дизайн этих рынков. То, как они организованы. От этого зависит, в общем-то, их функционирование. И это сильно непросто. Вы скажете, а что там, как бы, везде важный дизайн? Знаете, обычные рынки устроены так. Есть биржи, есть покупатели, которые хотят купить, есть покупатели, производители, которые хотят продать. Рынок нефти, рынок газа, товар уже немножко отличается. Место, где будет продаваться, покупаться нефть и газ, мог немножко отличаться. Но, механически, это устроено совершенно одинаково. Более-менее. Как рынок ценных бумаг, рынок нефти, рынок апельсинного сока, рынок золота. Все это устроено более-менее одинаково. Вот этот рынок, он устроен, и по большому счету, должен быть устроен не так. И так, теперь, некоторые отличения. Другие, какие, большие интернет-проекты, большие коммерческие проекты на интернете. Я не знаю, кто из вас участвовал в онлайнах аукционах? Дело просто ставки. Это был eBay или русские варианты? eBay. Можно купить, продать все, буквально. В данном случае, как пример, поискал олимпийские рубли и, соответственно, он выдал 234 прямо сейчас активных предложений в аукционе либо продажи. И, соответственно, здесь, вот если видите, например, есть лот, который, текущая цена уже почти 20 тысяч рублей, 9 ставок. Соответственно, у вас что-то есть, что вам не нужно и вы хотите продать. Вы можете выставить на eBay как обычный человек и, соответственно, возможно, вас выгодит. В чем, как бы, сила бизнеса? В том, что, скажем так, как иначе вы можете это продать? Вам как-то нужны эти люди, которые готовы вас купить. И вы будете искать. Дать отдадение в локальную газету может быть поможет если это локальная газета в городе Москве. А иначе, может быть, кто-то занимается этим типом бизнеса и вы это знаете. Например, если у вас есть марки, значки, вы знаете людей, которые коллекционируют марки-значки и вам, тогда вы можете попробовать сконтактировать их людей в разных городах и спросить, может быть, вдруг кому-то нужно будет подождать время, пока люди узнают чего-то, пока ответят и в общем непонятно. А здесь мгновенная и быстрая на весь мир практически. это то, что есть основной бизнес-либой. Есть другая большая компания, которая относительно неожиданно выросла в огромном монстре. Amazon.com то есть воспользовался Amazon. И опять же, мы сидим в России. В России Amazon практически не присутствует. Идей, кстати, запустил бета-версию для России. Теперь можно искать и, наверное, продавать и покупать в России. электронные книжки может быть. Я сильно внимательно не смотрел. Но на Амазоне вы, в общем-то, это такой большой онлайн-магазин. Я здесь сделал пример поиска книги про теорию аукционов. И он как раз вот аспект книги. Но вы можете купить все, что угодно, по большому счету. Все, что продается, покупается в магазине в основном новые товары, но поддержные товары в общем-то тоже туда подключаются. это такая большая торговая точка. Бизнес, который практически убил сети магазинов, книжных магазинов в Америке. Expedia. То есть воспользовался Expedia. Или чем-то может быть подобным. Что они делают? Вам нужно полететь, вот я запустил ну правда в это воскресенье на пару недель как Париж слетать. Хочу посмотреть какие цены на билеты. Вот Москва Парижа. И соответственно Expedia сразу выдает мне вот есть авиакомпании. Когда летят билеты, я могу просто нажать и купить эти билеты. В чем качество бизнеса? В том, что оно фактически агрегирует информацию по всем авиакомпании. И не нужно искать по отдельной авиакомпании один за одним. Мне не нужно идти в агентство и пользоваться спецсервисами, которые найдут мне билеты по авиакомпаниям. Мне достаточно зайти на сайт и узнать наличие возможностей билеты. Вот. Двусторонние рынки. заметим, посредники. Все эти компании идей Amazon, Expedia и множество других. Яндекс и Google являются посредниками между по крайней мере двумя различными категориями участников, агромических участников. Это может быть покупатели, производители, это может быть те, кто ищет, те, которые готовы предоставить рекламу. Конечно, вы можете взять любой, но двусторонний, но у этих рынков есть особенности. Особенности именно в том, что есть проблемы организации этих рынков. Если хотите, и вот новый бизнес, которые выросли, детали каждой сторон, что они хотят, что они готовы предложить, они очень важны. Но у всех этих рынков, и отчасти, у этих конкретных примеров, и отчасти причина, почему они стали такими успешными, одна, две, обе, может быть, другие компоненты, а именно то, что они являются фактически торговой площадкой. Они организуют, это как, не знаю, в старину, ярмарки или рынки. Если вы хотите что-то купить, вы знаете, куда вам нужно пойти. Вы знаете, что если вам нужно где-то продать, сходите на ebay, зарегистрируйтесь на ebay, выставьте свой год. Потому что вас посмотрят ваш товар с поиском, поищут если, и покупатель найдется. Точно так же, чем полезен полезен Amazon, тем, что, например, скачку книжку, эта книжка, любая книжка, практически, которая есть в продаже, будет на Амазоне, и более того, почти наверняка по самому решается. Конечно, есть исключение, но мне не нужно где-то еще искать. Если я хочу купить даже компьютер, возможно, я найду лучше, понятно, на Амазоне. Если мне нужно купить детскую игрушку, я могу это купить через Amazon. Я могу, конечно, купить это в других местах, но в Амазоне становится очень удобно. Там, если я раз купил, второй раз купил, они помнят мой адрес, они помнят мою кредитную карточку. Я просто зашел и сказал, я хочу это купить. Я нажал кнопочку, я купил. Мне нужно зададить дополнительные тратить время на то, чтобы запустить детали. Для Expedia очень важно что это агрегатор информации. По большому счету, если я сделал поиск и Expedia хотел бы организовать бизнес так, что практически она охватывает серия компании, естественно, ее компании, мне не нужно где-то еще искать. но тут же возникает некоторые интересные экономические проблемы. Почему eBay 1? Красавец. А таких сайтов, как Expedia, много. но, что мешает другой площадке, как eBay, возникнуть. Но, вы знаете, что eBay не всегда был единственным, достаточно большая площадка, которая была Yahoo аукционом, раз в другие площадки в Америке. Серьезно, существенная площадка. Но Yahoo аукционом умерли. И практически умерли. Expedia возникла, но после того, как возникло Expedia, возникло огромное количество других компаний. Каяк, Orbitz, Trogelocity. Если я правильно помню, они все возникли после этого. Может, это связано с тем, что eBay это через аукционы, а Expedia не через аукционы, она просто посреди к которым мы с этим связаны. А как именно? Ну, то, что это аукционы, они имеют что-то такое делают, что делать, но в итоге один инфорист сбылся. Ну, хорошо, забегает вперед немножко. Есть в Яндексе и Гугл? Может быть, и так. просто history dependent вещь? То есть, так случилось, что про eBay знают все, поэтому на eBay пришли все, а так случилось, что про Expedia не все узнали, поэтому появились другие, которые смогли отобрать услугу. Нет, секунду. Я думаю, что, скажем так, большее количество людей пользуется услугами Expedia, не могу сказать, больше, чем eBay, но, как бы, достаточно большое количество. И до той степени, когда есть большое количество, которое пользуется услугой, люди будут знать про Expedia. продавцы, по крайней мере, будут знать или знали про существование Yahoo аукционов. Может быть, дело в том, что Expedia не создает покупателей, не продавцов, то есть, компания не есть сами по себе, желающие лицать, но есть. а eBay, допустим, для многих создает возможность продать, которые они начали не воспользоваться. Но, смотрите, интересное замечание, интересное замечание, и, в общем-то, правильное направление. Нужно смотреть на, то есть, скажем так, вряд ли это случилось просто из-за шансов. Так уж получилось. Да? Как бы, это одна вещь наблюдения. То есть, есть ли это причины? Второе. может быть, мы еще ситуацию не устаканившись, и, как бы, может последствовать изменения, и, как бы, это по-другому будет завести. Но, третье. Да, действительно, наверное, что-то нужно объяснить из-за структуры бизнеса, из-за структуры агрегации. И, если посмотреть, например, на eBay и Yahoo, он остался один. И, в общем-то, есть такие, которые говорят, что такие рынки как раз могут, на которых можно образоваться естественно на поле. Моментно заключается в том, что на этих рынках есть некоторая привязка покупателей-продацов. В смысле, привязка. Что, если, например, мне удобно продавать на eBay, я буду продавать там, а не на Яху. Конечно, есть здесь момент такой, я не могу выставить один и тот же товар, продаваться и там, и там, если товар уникальный. Потому как, если вдруг у меня купят на eBay, вдруг одновременно купят на Яху, я этого не захочу делать. Точно так же, если я человек, который делает ставки, если я выбрал товар, на который делаю ставку, я к этому товару не привязан, пока я там, кто-то мне не перебьет, пока ставку не изменит. И, соответственно, я, скорее всего, буду следить за этой же самой площадкой, за тем, кто еще делать ставки. А как только есть привязка покупателей-потребителей-продавцов к одному и тому же сайту, вот это ровно момент, который для другого сайта становится критичным. Потому как, если чуть большее количество покупателей, например, будет на одном сайте, будет выгодно продавцам приходить именно на этот сайт продавать. Ну, и, в общем-то, примерно так и произошло. Если мы посмотрим на Amazon и Walmart, почему Walmart? Walmart, наверное, так если сказать, самый большой конкурент Amazon. Хотя, я не знаю, знаете, что у Walmart элементов, но, как бы, самая большая в мире сеть универсальных магазинов типа Ашан, как у нас в России. Периодически она по капитализации становится самой большой компанией мира. Да, то есть, и сравнивая с Apple, и сравнивая с Gazprom. И это просто огромный монстр, который, в общем-то, возникну в Америке, имеет свою отдельную интересную эволюцию, он его обвиняет в Walmart в убийстве огромного количества маленьких магазинов, в убийстве центра маленьких городов, потому что все магазинчики, которые там были, соответственно, люди, стало выгоднее ездить один раз в неделю в Walmart и покупать там в четыре раза меньше. Вот. Но, включая момент заключается в том, что эти компании, что Amazon, что Walmart, их ключевая инновация была именно в новых методах ведения бизнеса, в организации бизнеса. Они смогли большие бизнесы организовать очень хорошо. Логистику, поставку товаров, продажа товаров. И отчасти из-за этого выросли. Ровно это объясняет их очень большой размер. Но в то же время эти бизнесы относительно локальные. Поговоря, если у вас нет по домам в Walmart, или же вам нужно прийти в магазин пощупать что-то руками, у вас есть на это спрос, значит будут локальные магазины, вы можете прийти пощупать руками. Или вместо чтобы покупать онлайн на Амазоне съездить в полмарта купить там. Ну или там в полмарте купить онлайн. В общем, также по миру, если есть некоторая большая сеть не знаю, во Франции или там в России, то войти на этот рынок компании типа Walmart на российском рынке может быть тяжелее, чем развивать свой собственный рынок ровно, потому что здесь пришли конкуренты и есть уже некоторые привычки к тому деле, как люди покупают. Но в этой конкуренции это просто объем. А экспедитор велосипед получается так, что вообще нет привязки покупателю. Ведь вы ищите информацию, есть поисковый запрос, трейс, поиск идет через авиакомпанию. в общем-то симулировать такой бизнес может кто угодно, любая компания. в общем-то естественным образом развитие этого рынка пошло на того, что появились компании-агрегаторы среди агрегаторов таких сайтов информации, компании, которые ищут и на экспеди, и на орбитце, и на соответственно троговодстве везде. Можно представить даже если хотите, какой бизнес вам было бы интересно для семьи после покупателя. Невозможно такое бизнес появится. В общем-то компания теперь как Яндекс или Гугл работает над тем, чтобы предоставить некоторый сервис улучшен вели для того, как они могут совершенно элементарно искать через огромное количество компаний, авиакомпаний, различного рода посредников travel agencies и выдавать результаты. Получается так, что привязки здесь нет. Любой может войти на рынок с чуть более лучшим продуктом просто захватить бизнес. Конечно, бизнес особо не захвачивается, потому что есть некоторая инерция, есть привычки людей искать тут или там, но это тот рынок, на который легко войти и это как раз объясняет, почему такие компании живут. А что же с поиском происходит? Вот важный вопрос. люди ищут. Есть ли привязка к тому, как люди ищут? С другой стороны есть привычка. Привычка почему? Потому что если вы ищете достаточно часто, вы привыкаете, вы вырабатываете свою собственную стратегию, как задавать поисковые вопросы с тем, чтобы искать. И ваша стратегия, скорее всего, зависит от того, как вам доставляются результаты поиска, потому что вы настраиваете себя под конкретный поисковик, чтобы эффективнее искать. То есть, некоторые привязки наверное есть. С одной стороны. Но с другой стороны, если кто-то разработает более эффективную схему поиска, или по крайней мере по отдельным категориям, то вы наверное наверняка на это сильно легко туда переключитесь. Он должен только узнать о том, что такое существует. Например, если вы хотите поискать статики по математике и экономике, есть замечательный сайт Google Scholar, на котором вы достаточно эффективно сможете их найти. И, соответственно, в каком-то виде поиск находится между ситуацией с IBM Yahoo и с Expedia проголосите и Одинс. С одной стороны, какая-то некоторая привязка есть, но можно ли говорить о том, что какой-то новый игрок не войдет или не сможет войти с большим бумом, захватив большой рынок, в общем-то нельзя. Эмпирические наблюдения говорят о том, что если ты сам свой собственный продукт не разрабатываешь, а ты представляешь поиск, то в общем-то ты особо не выживешь. И там, где компания предоставляет поиски местные сотни клиентов, должна быть некоторая привязка. Например, в почте, но это почтовый сервис. Если почта выдает рекламу и зарабатывает на этом деньги, то базовый продукт здесь это ваши почтовые ящики, которые вам удобны и вы пользуетесь этой конкретной почтой. Если это социальные сети, то точно так же. вы наверно многим присутствуют в красном социальных сетях, но вы скорее общаетесь в рамках одного программного продукта. Пусть это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, уже быть парочки. Но внутри этого продукта вы даже к степне привязаны. точно так же с поиском соответственно привязанность ваших покупателей, потребителей к вашему собственному продукту здесь очень важно для вас успеха. Что происходит сейчас? Google стал за самым главным участником 50 лет назад. Доминирующим участником. Наверное, был Yahoo. Но на данный момент он практически вытеснил велики песковики почти везде в мире. За исключением редких, но очень заметных странных случаев. В частности, в России были Яндексы порядка 60%. Очень больше в поиске. В Китае Байду главный сайт. В Японии, как ни странно, Yahoo достаточно серьезный конкурен. Около третьей участника пользуется Yahoo в Японии. Что будет с этим рынком, тяжело сказать. Но тот интересный вопрос даже для регуляторов. Потому как если давать пускать тренег рекламу на самотек, если вдруг получится так из-за технических и еще каких-либо технического прогресса так, что на рынке останется один участник, то эта ситуация монополиста проблематична. Потому что это выставка у этого участника снизится стимулы к инновациям, снизится стимулы к представлению качества продукта. И лидерам один один интересный момент в сторону я могу сказать, потому что про это знаю. Кто-нибудь пользовался услугами Hotwire или PriceLine? PriceLine, когда возник, он предлагал мне такой продукт. Вы хотите, например, четырехзвездочную гостиницу в Лас-Вегасе? Сделайте ставку. А если найдется отель, который вашу ставку примет, вы за нее купите. Интерес, можно проиграться, в общем-то, в конце концов, это то, как PriceLine стал известен, но это не стал доля бизнеса вот такого самой компании PriceLine осталось очень маленьким. Что бизнес все-таки был как Expedia или милостив. Другой бизнес Hotwire. который предлагает следующее. можете зайти на сайт и посмотреть. Например, вы хотите четырехзвездочный отель Глаз-Вегасе? Вам делается предложение. 80 долларов четырехзвездочный отель Глаз-Вегасе? Глаз-Вегасе много четырехзвездочных отелей. Там каждое казино имеет свой отель. Отель казино вместе. Какие-то из них четырехзвездочные. Какие-то пятьзвездочные. Вам возникает некоторый момент. Как так? Как можно представить, что этот бизнес может существовать? Потому что, смотрите, с одной стороны, если вам предлагают кота в мешке, в общем-то, хотя это четырехзвездочный отель, вы ищите отель, то почему там четырехзвездочный хилтон и четырехзвездочный широтон в определенном месте вам не будет привлекательнее. Кому-то может быть без разницы, но тогда что-то широтон. А если вам нравится хилтон, вы предпочитаете хилтон. Если вам нравится широтон, вы предпочитаете широтон. Если вам понравится на юге города, вы возьмете такой. То есть, зная дополнительную информацию, у вас появляется более четкий выбор и больше, если густами экономиста полезности, то больше цените наличие информации, чем котов-мешки. Но вам предлагают котов-мешки? Конечно, можно сказать, но если предлагают дешевле, то, конечно, я могу как бы купить котов-мешки. Но с другой стороны, почему дешевле будут предлагать? Тот же хилтон. Причем будет в этом участвовать, говоря, если у него купили номер, он продает номер за одну цену, а если его купили случайно будучи как котов-мешки, он предлагает это сильно дешевле. Как такое возможно? А компания прекрасно функционирует. Я конечно догадываю. А для не может быть никакого отсутствия цены? То есть не может от этого заставлять дешевое предложение? Почему? Ну тогда не будет покупать настоящие предложения в себе этого предупреждения? Ну то есть аргумент некоторая дискриминация. Как в самолетах соответственно есть бизнес-класс есть эконом-класс вы фактически дополнительный инструмент дискриминации. Вместо чтобы предоставить хороший продукт номер в Хилтоне наверняка представлять похожий продукт который номер в Хилтоне есть какой-то вероятности. Может быть как аргумент. Но я могу предложить некоторое другое романтию. Это как бы результация местного исследования с переподрестерой который будет Хилт Пакарди и Жуалюа которые собомерут. Если мы посмотрим на эту ситуацию посмотрим если возьмем два отеля и спросим возникло что-то новое на рынке новая компания хатвари она уже вальс с этим отелем отеля должны предоставлять ей помещение свои номера раз не уже нравится значит суммарно здесь есть некоторые дополнительные экономические выгоды которые реализованы можно спросить вопрос а если эти два отеля были Хилтон и Широтон есть разные люди кому-то нравится Хилтон и Широтон мы спросили а как бы функционировал оптимальный картель оптимальная схема продажи между двумя отелями при этом не ограничивая себя ограничение должна быть только цена на Хилтон должна быть только цена на Широтон и любых с кем продаж которые можно себе представить оказывается в достаточно широком классе предположение случаев оптимальная схема будет чрезвычайно проста цена на один отель цена на другое и цена на лотерея чуть подешевле между это просто оптимальная схема бизнес организации соответственно вот этот вот посредник придя на рынок он позволяет компаниям совершенно независимым суммарно получить большую придут но это так селе экономической теории честь если вернемся так скажем так как экономист даже если они выросли это толком ни о чем не говорит к сожалению тому как есть течение времени и в общем вариация достаточно велика даже если вы не выросли делать вывод потому что это потому что это изменить за оптимальность с другой стороны я сказал результатов теоретически на практике совершенно четко имплементация это могла быть сложна и имплементация которая даже если цены индивидуально оставить такие как есть но позволить покрыть дополнительный сегмент который чуть подешевле покупал выката в мешке это уже вопрос практической реализации до большому счету не могли бы купить но смотрите говорить им чисто видишь это лотерея особенно в общем-то сквозь мысль не говорят что не будешь знать выкупает они со всех компаний чистом виде предоставления бизнеса так чтобы покупатели не подозревали не чувствую себя банк возможно особенно в городишках в городах в которых есть только 1-4 звездочный отель они могут предоставлять например 4-звездочный отель не знаю в Эль Пасо Тексас если там только 1-4 звездочный отель ровно по цене например номера самого отеля либо может быть даже чуть дешевле чисто для того чтобы поддерживать бизнес интерес и отчасти чтобы дискримироваться такие люди которые ищут на интернете покупать на интернете это другая категория людей например может быть студенты например может быть молодые люди которые говоря экономическим языком у них эластичность по цене немножко другая они более чувствительны на их самой цене а люди бизнес люди пожилого возраста они могут например не пользоваться так активно интернетом и в общем не так внимательно отслеживать на цене объяснение в общем-то может быть много просто я привел некоторые нестандартные стандартные для того чтобы покупать она должна быть ближе а для того чтобы предоставить целом ближе чтобы туда входили отели которые достаточно низкие цены сломя а то что 4 звезды или сколько это звезд основая структура достаточно значительная то есть дикателем в центре года до 4 года нет это правильно заметим компания сама же вам одновременно предложит конкретный отель по конкретной цене очень важно что есть некоторая координация с этими отелями и есть желание отелей в общем-то явно с контрактом или без контракта продавать свои номера по большей цене отелями и конкретно отелями для того что я работал с этим сервисом наверное в сервисе должен видеть в среднем ниже цен да чем все чем все отели но как раз с вашей стороны получается базовая проблема такая вам например нравится есть хилтон есть широтом например хилтон 120 долларов широтом стоп а у вас есть предложение о том что купить катар мешки за 80 момент 80 конечно дешевле и стоит 120 если вы хотите широтом за 100 то вам но просто вы хотите например широтом на нихил хилтон но не широтом могли бы хотеть правильно и поэтому не подходящий для вас отель это в общем-то вас потенциально напрягать если мы безразницы то однозначно покупайте за 80 ровно потому что таким образом они могут чуть побольше выставлять цену вопрос был о цене увеличивая сегодня за основные номера и тем самым зарабатывать больше рублей если мы вернемся к рекламе киндрес козлица москва то делась реклама но вопрос пользователей ищет реклама показывается таким образом все происходит таким образом пользователь показывает рекламу как механика и откуда берутся деньги но я назвал двигатель внутреннего сгорания если посмотреть на детали нужно знать как работает но в первую очередь рекламодатели они же в конце платят они сообщают возьмем яндексу в данном случае о каким ключевым словам они хотели бы свою рекламу показывать и сколько они готовы за них заплатить что делает яндекс когда покупатель делает запрос он к этому запросу подбирает ключевые слова которые могли бы подходить то есть если я запустил гостиница москва это может быть слова гостиницы это может быть гостиница в москве это может быть москва это может быть в зависимости того как настроены ключевые слова отдохнуть в москве совершенно достаточно большое количество таких запросов яндексе все агрегируют ранжирует примитивном виде по ставке по цене потому сколько не готовы заплатить за показа рекламы вот и в общем то если кто заплатить достаточно много есть некоторый барьер если никто не готов заплатить достаточно много чтобы это не значило то тогда реклама не показывать все которые прошли этот барьер все это не смог показываться рекламных мест количество ограничено соответственно лучшее например если вы коснице москве было три места здесь лучшие места для рекламы знаете что все они готовы заплатить или достаточно много чем заплатить за что зато если рекламодатель кликнет пользователь кликнет по их ссылке и они все прошли барьер лучшие три может больше прошло барьер лучше 3 показывается что важно здесь наверняка это знаете но это момент что а аукцион фактически по отбору кто показывается где показывается сколько будет на принципе платить происходит в реальном времени по каждому запросу пользователя то есть если пользователи не знаю не много ради сто тысяч раз в день ищет какие-то машины например сто тысяч раз день будет проведена аукцион и в зависимости от листа до каждой аукциона будет показывать рекламу то есть непонятно как это все устроено работодатели рекламодатели они говорят мы хотим типа первые 12 часов столько платить в принципе да в принципе могут так да сделать они могут сказать знаете у меня есть компания рекламная тут 100 тысячи рекламных слов бывают такие очень редко но бывает столько структур jestem чего слов и пока что например снова создать отделе ставку по каждому τι вам слова могут выставлять каком регионе в какое время не ему хотят показывать они могут выставлять что как бы более тщательно стройте ключевых слов что есть в этом показе были такие слова например обязательно нет таких Dow если кому не показывать если есть там слова например купить или цена измениться в москву от кредита может быть в такой ситуации никакие гостиницы поиски не захотят показывать рекламу заранее рекламодатели выступили до цены для заранее до садик поставил за пять с другой четыре да да еще раз причем эти два ключевых момента здесь а первое это то что вот эти аукционы проходят в каждый момент когда пользователь ищет и фактически это говорит что продукт который продается здесь на это вот показ пользователю он сильно не в дань и все еще раз пользователь какой-то другой поищи что другое пользователь может искать даже одно и то же но бы и другом регионе это украине в турции или там в магазине второй ключ и момент что за что платится платится на самом деле не за показ а только тогда когда произошел клик когда пользователь нажал перешел на сайт и платится здесь ставку следующих за них то есть если действительно вот есть 54 человек который поставил 5 оказался на первом месте он будет платить 4 и только тогда если произведет клик соответственно если второй сверху был 4 а за ним был 2 то 2 сверху и платит 2 вот но заметим что сам факт того что продукт индивидуальный уже наталкивает на мысль что это не есть там рынок классическом понимании и самоделопродаж нужно аккуратно хоризовывать сам факт того что продукт индивидуален теперь для как бы например для меня зная комическая теория может быть для студентов есть прямой ответ аукцион используя аукцион дальше подумай какой аукцион использовать как использовать аукцион аукцион именно здесь работают и особенно с учетом того что еще нужно определить а моя реклама развития но вы легко могли представить что самые ранние попытки это были попытки сымитировать такую же рекламу который вы видите в оффлайн а именно баннер а именно если человек заходит на какие-то странички шляется по интернету периодически иногда в другом цвете на домигающие еще показывают вот реклама лориаль женские колготки крем для для бритья эффекта килищ ну и соответственно нам ключевое понятие было плата была за показы если я показали тысячи раз и еще раз сколько ты заплатишь вот ну и организовывать такую рекламу можно было ровно также как реклама по радио по телевидению вот эти из тысячи показов вот не важно когда не важно как вот за тысячи показов ты готов заплатить столько 3 чем проблемы и проблемы первое в том что чем же за реклама лучше чем обычный клан насколько за ним платить и как платить но ключевая проблема если эти экономическое было о том что а как можно доверять что вы такая реклама была показана еще раз как как это можно проверить если стоит лилборд на линьском проспекте вот есть люди ходят есть машины движутся поможете примерно цепи количество людей которые или могли бы а с точки зрения компании которые себя рекламировать возникает вопрос как вы этой компании докажете что ее на самом деле показали ровно тысячу раз и что это не какой-то технический глюк человек может даже не видит да там прошел через за некоторую страничку посередине на страничке без реклама но финального пользователя этого страничка уже не рекламный а действительно показать соответственно часть возникла идея о том что показывает таргетируется то есть часть вместо неясной эффективности делать точно так же как скажем так более глубокой день есть разные журналы в размышленных разная реклама а чего зависит это разная реклама от того кто считает же оказывалось например в америке самая эффективность мысли дорогостоящая реклама была из таких общих журналов журнал для вольф спросите в чем здесь кольф а потому что вольф играют молодые богатенькие братьями они готовы платить за дорогие швейцарские часы яхты путешествие всякие замечательные страны мира тоже тоже будут люди в интернете находятся и ищут или оказывается в разных совершенной ситуации давайте мы людям в разных ситуациях не показывает разную рекламу а соответственно вторая идея место то что показывает показы будем продавать показы продавать клики клик ты можешь сам себя померить пришел тех человек кстати принципе можно было бы продавать покупки платить за покупку как долю от покупки но тут как раз сложность в обратную сторону как яндекс или google на данный момент или там компании которые были тогда потому что на самом деле покупка была ведь магазин напрямую если это магазин который что-то продает будет сильно не заинтересован делиться своим процентам он скажет ну сорвался сорвалась рыбка да и заведет рыбку с другой стороны с другого сайта которые яндекс и google не будет иметь возможность поймать или в российской текущей действительность скажет вместо онлайн о секундочку сейчас вам перезвонят оставьте свой телефон сейчас нам признание человек перезвонил и все сама транзакция ушла из поля видимость яндекс то есть наклейки есть некоторые такой средняя вещь хотя компания играли и яндекс и google с некоторыми до сих пор в общем то обращать внимание на другие способы за что платить оплаты но клик это базовый продукт соответственно ранее контекстно реклама а попыток было много и в общем то можно задать вопрос а это однозначно развитие или как-то оно могло пойти по-другому революция прошла она могла быть по-другому есть возможность как этого и так сегодняшней точки зрения пока не видеть как-то могло бы попыток было много но и не факт что это не оставим многие люди признают что первая успешная попытка это была компания готу которая другом которая стала потом оверчер и соответственно они добавили контекстность они добавили таргетированность они служили основной базовой технической площадкой для яху для мсн которые искали и они известна и реклама платилась за клик и как бы основная идея продвижения было ровно то что рекламные показы они не могут быть очень качественные смысле полезности для самого того как дали почат который ищет то есть как бы экономической составляющей потому как так ну как ты решишь конечно дело большая наука технической разработки о том как устраивать поиск что значит качественный поиск как выдавать результаты но здесь у тебя есть дополнительный большой если рекламодатели готовы платить за то что показатель конкретно рекламу оплата только за клик и готовы платить подать по всем много то они рассчитывают получить что-то с этих рекламодателей с учетом всех рисков о том что покупатель может просто прийти за информации может потом не купить может кликнуть случайно но если в ожидании они ожидают что шанс покупки большой и готовы заработать на этом рекламодательно на пользователе много тот же момент такой на пользователь тоже не думающий человек он в конце конца будет решать купить или не купить и если он решит купить а с учетом того что покупки онлайн камеры в то время они свека более тяжелый чем оффлайн это значит что ценность для пользователей этой покупки тоже существенно на этом не работает преподает придавая рекламу реклама которая цена это та за которую готова платить на нас пересется на и пользоваться как было вот такое вот решение аукцион первой цены если много позиции дискриметорный аукцион люди делают ставку ставки ранжируются люди за клик платятся и собственную ставку а вот здесь возник большой момент очень простой но люди не знали теории почему смотрим краткий экскурс в аукцион аукционы можно спросить вопрос вообще общий для чем как лучше всего продать товар значит лучше лучше может быть максимизировать доход а может быть лучше для общества для того чтобы получить наибольшую выгоду ну не знаю например у меня есть телефон телефон 1 например его нельзя разным людям использовать одновременно соответственно что это лучше для общества передать человеку тому который использование которых не столкнули большую пользу если это один неделимый товар соответственно другой вопрос можем задать как устраивать как быстро прилипе оказывается а ответы на все эти вопросы продать аукционы устрой аукцион более того аукционы которые вы совершенно типичные которые как продавали рабов в древнем риме как бы такие же аукционы работать сейчас и есть огромное количество статей про аукционы две имени два нобелевских лауреата которые существенный вклад как раз на ответы про эффективность и оптимальность эффективность выгода суммарно для всех оптимальность максимальный доход и еще было простым цена работает это аукционная первая цена и ставки выигрывает платить свою собственную ставку второй цены то же самое самое большая ставка выигрывает платить коров по личности это может быть открытый аукцион где на повышение люди перебивать ставки друг друга опять же как вот аукцион работы это может аукцион на понижение где есть организатор который начинает понижать цену и кто первый скажет покупаю товар продан так продают тюльпаны в долландии момент заключается в том год аукционы индивидуальный товар запустим аукцион ровно отказываются базовой идеи и причем быстро и элементарно заметим что из простых форматов открытые аукционные не совсем подходят даже с учетом того что они быстро если тебе нужно делать это мгновенно пользователь ждать не будет грубо говоря он запустил на поиске будут или хочет дать результаты но если ты будешь ждать пока как-то в динамике рекламодатели будут за тебя деться но пользователь ведет не сможешь дождаться что закрыть аукцион самый популярный в реальности аукционы практически других это английские первоцены но и что же сделаем первоцены замечательно чем проблем не переплатить можно везде это не проблема они работают проблема в другом оказалось динамики все эти аукционы хорошие работают эффективно и оптимально статики и пока ситуация не меняется или с изменив ситуации остается динамики но проблем заключается здесь что смотрите я не закручиваю слово пришло один пользователь через некоторые может быть и другой те некоторые мудрые может быть и третье допустим я размещаю рекламу потому как я ну как бы я поставил я могу сам смотреть на свои ключевые слова и допустим я готов платить аж 120 рублей за клик на то что то не перешли мое ожидание ожидаемо прибыль с этого конкретного пользователя использует который ищет например на ключевое слово российской комиссии школа с удовольствием в акционе первой цены я я буду ставить конечно меньше я не буду ставить 120 и буду ставить меньше чем он потому что если поставить 120 и так и ровно в среднем я ничего не заработаю я поставить меньше например поставил стол это опять же просто и просто анализоваться и допустим я могу короче на то набрать и оказывается на первом месте и я думаю если на меня кликнут я захочу что но я на первом месте это значит что второй поставил меньше а это я могу теперь я знаю что это так что если пониже ставку немножко например 95 и проверю сходу пока никто не кликает вот тут и остался на первом месте линия если остался на первом месте огород какой умный я что-то выяснил я могу ничего не произошло ни что не заплатил поставь 95 я все равно первом месте я так могу пытаться там же есть автомат я могу написать автомашку это делать я могу написать автомашку это делал и другие писали автомат но что произойдет я как сам я взял и понизил эту ставку до выяснил сколько готов заплатить второй ну и допустим это не знаю там 60 на 2 тоже сам может сказать знаете по часа в реку он стоит 59 с половиной он на второй позиции если он считаешь или там не попалась один товар если поднял ставку на чуть-чуть он вдруг станет на первой позиции он это захочет он поднимет свою ставку потому что и станет на первую позицию что соответственно говорит о том что в общем то равновесия больше не что эти люди начнут играть в игры друг с другом это игры могут быть переставляющих подставляя а могут быть более хитрые что я могу на некоторое время поставить очень низкую ставку первому загнать вниз пока он будет искать более низкую ставку а потом взять перебить и не стоит на достаточно сильно стоит на первой позиции пока это первый не не будет нащипывать ставку дальше по сути вот этого динамика оказывается то что он я могу пронаблюдать свою про то как поставить другие и этот аукцион первой цены которые замечательные статики оказывается совершенно дизастер что же называется проблематично динамики потому что он вызывает вот эти вот попытки сделать дополнительную выгоду а сложность дополнительная еще в чем что как только я напишу роботов и другой напишет роботов что роботы делают они постоянно будут обращаться к центру и менять свои ставки это значит что огромная нагрузка на ресурсы самого центра тем чтобы обрабатывать эти ставки и выяснять то ставит есть экономические потери потому что больше не выигрывает тот который готов ставить больше не так что самая лучшая реклама за на первом месте ну и в общем со всех сторон проблем а почему во второй цены такого не работает и тот который второй он получает сейчас цену третьего ему интересно сколько ему надо поставить чтобы оказаться на первом месте он тоже будет нащупывать тут момент такой допустим на секундочку у нас всего один товар оказывается опцион второй цены второй цены становится листочек я вот это нелегко определить сколько буду ставить мне нужно будет поставить ровно мою собственную ценность 120 в этом отношении и париться я буду платить цену который минимальная цена чтобы мне быть на выиграть этот товар и если она меньше 120 ставка другого то я с не готовил платить я выиграл если он больше стены готов и он динамический устойчив и на самом деле динамике это в статике аукционторы цены он проблематичен тем что как бы а как вы будете знать что цену которую вам назвал продавец она ровно пришла со ставки второго человека динамик если вы подозреваете что это так вот в онлайн аукционе можете как сориентировать и выяснить что эта цена она в общем-то устойчива по времени не зависит то что вы платите не зависит то что вы ставите если вы ставите больше чем человек это поставить но когда товара много рекламодатель может в любой момент поменять свои ставки рекламодатели коммуникация происходит вне аукционов они есть есть просто живое время они делают ставки сами аукционы случается тогда только тогда когда пользователь что-то ищет и в этот момент происходит аукцион по текущим ставкам рекламодатель 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 даму нащупит а они не видят но могут нащупить но просто меняя свои ставки секунду если бы все остальные рекламодатели играли вот в игру каждые там 5 секунд как-то организирует меня нет это было тяжело но оказывается вот поменять формат аукциона им нет стимула менять если я предполагаю что остальные средства не меняет я могу элементарно просто нащупить сколько не поставили ну просто смотрите в данном случае что получается в аукционе что я сделал ставки я могу сам запустить на поиск ключевое слово реклама мне покажется я не кликну я не закончу на реклама покажется я буду видеть что я оказался на ком месте оказался соответственно я могу изменить свои ставки запустить еще раз поиск и увидеть изменили что-то мое местоположение по крайней мере вот эту информацию наблюдаю например есть один товар есть эти 1 1 всего места это я показался или не показался если место 3 я вижу на ком месте показался по большому счету кровь за дополнение яндекс и google дает достаточно подробные отчеты рекламодателям по истории того как проходили клики и все остальные там в общем то тоже конечно яндекс не гугл не сообщит вам а сколько ставили ваши конкуренты но если вам это супер интересно вы сможете это выяснить технически как часто рекламодатель может у меня есть свой старт в каждую секунду хотят то есть а как то есть он какой-то тонной форме это доносит до площадки там в общем да сейчас то есть и у каждого конкретного набора сущего слов да то есть там огромная масса информации ну практически так не происходит я честно говоря даже не слышал что рекламодатели вот супер активно вот так вот меня то что они могут меня там раз в час или там смотреть это пожалуйста но и нет просто смысла дома получается из различных запросов все это же огромная информация который дает но заметил это технический момент представьте у вас есть экселевский файл и вы просто посылаете яндекс или гуглу если там размещенные поля сколько вы какое ключевое слово сколько поставить все дальше это вопрос пара сама формата как эффективно это делать передать но из точки зрения там яндекса и гугла как сделать самый интерфейс наиболее удобно но теперь дальнейшее развитие значит что произошло верчур в 2022 году феврале и гугл практически одновременно перешли на обобщенный акцион второй цены обобщенным центра цены это значит что теперь позиции много но а практически если вы показались на позиции номер пять вы будете платить ставку человек оказался на 6 и такую же плату можно противостоять это минимальная ставка необходимая для занятия этой позиции сама плата на прямой ставки не зависит и что оказывается что этот аукцион обобщенный центра цены динамически из-за устойчив что он эффективен он максимизирует общую пользу и это как блист от эгарина и дельма настровского шварцена да неверно больше что выгодно оставить свою собственную ценность даже если позиция больше одной но при этом это аукционный туалет или капризон эффективен а почему эффективность важно в общем-то но рынок так устроить если вы предоставляете более качественных продукт для всех так вам эти люди приходят больше и больше вы даете максимальную общую пользу соответственно это и даже если вы сами по себе вы просто наращивайте свою базу а если вы сейчас конкурируете то это тоже становится важно потому что если ваш конкурент более эффективен чем вы в качестве общего полезность то люди перейдут туда существование пользователей если мне более полезно реклама который гугл я пойду на углу искать вот а соответственно опять же в час смотря на эффективность начиная с 2002 года компании добавляют некоторые параметры напрямую относящиеся эффективности бранжирование как бы в долгах когда и как реклама показывается и это может быть например их трубой не смотрят знаете что принципе я могу сделать так смотри я хочу рекламировать не знаю там мужские туфли я готов рекламировать на всех вообще ключевых словах и платить кроме например черный мужские туфли и готов платить там не знаю по 100 долларов за хрик меня будут показывать почти везде но а тогда рекламную это почему-то будет крикать а а тогда получается я рекламирую сможешь сказать на халяву для меня это выгодно но смысле эффективности смысле пользователей это очень плохо потому как они видят рекламу на которой не хотят пикать а раз они не кликают я все равно реклама показывается я сижу и включает соответственно поправка на это идет вот на то с учетом того что как или кликать и фактически yahoo сейчас google до какой то есть не совсем так ранжирует по ставке рекламодателю умноженное на этот клик свой рейт на поток кликов которые и не рубят это члены компании средства на рекламу эти люди кликают много то вы можете занять хорошее место с маленькой ставкой сколько кликов на одно появление это сколько кликов на один показ на место учитывая о о этот момент такой что в общем то если это начинает зависеть от места это становится интересным интересно потому что это то вещь не известная ставка вот она вот написано в файле который перед нами от лица в рейт не написано его надо оценивать при этом данных потенциально во многих устах не так много потому как с учетом настройки контекста таких событий для многих речевых слов для многих рекламодателей может не очень много зависит от позиции или нет есть ощущение что более верхней позиции они лучше начали кликать буду дальше и это все очень тогда учитывать соответственно в яндексе я сейчас находится гибридная схема вот в качестве барьеров показывает рекламу элементу этот блок например отбирается ровно вот по такому произведению но внутри блок аранжируется по ставке теории и отчасти результаты наших собственных как бы бывших студентов и значит классическая работа до классики всего пять лет можно сказать дельма на строжке спарс как раз они рассматривали моделью рекламы как будто все клики от пользуются приходит независимо друг от друга независимо от чего независимо от качества рекламы которые показывают рекламодатели не цель на цепле которая константная которая не зависит от того где показывается рекламу позиции различается где показывать рекламу только вероятность того что юзерами кликут как пользователи кликнут самая верхняя позиция лучше хуже этим хуже если там справа еще хуже и тогда и соответственно таких предположениях они показывают что когда обобщена в центре цены работы совершенно замечательно что наташа номерка сделала вот год назад своей магической диссертации она посмотрела что если рекламодатели здесь рекламодатели они ограничены по бюджету например из-за того что у них просто не хватает денег на рекламу и это как бы действительность то что бюджет ограничены рекламодатели заливает определенные бюджеты или потому что им нужен только определенный поток пользователей они не могут отслужить там 10 или там сто раз больше если вдруг такое количество и как тогда и она в общем то показывает что тогда если рекламодатели ограничены по бюджету уже классический механизм не работает их нужно подправлять и принципе если проблема бюджетом большая лучше организовать продавать не клики тогда а потоки кликов там по 100 кликов по 1000 кликов но как раз учетом бюджета принимая ставки не за клик а за общий поток за количество кликов если если ограничены по бюджету за больше и большее количество хотели платить меньше и марк ангельский это магическое старство прошлого года который выиграл от из-за на дистанции он за моделировал рынок пользователей попробуем почему пользователь некая реклама почему является ли предположение зависимости от предположения пользователи принципе могут понимать что на первом месте рекламы более качественные чем на втором и зависит на крики соответствий но что-то не про это знает из того что показывает и в общем то показал что в зависимости от самого внешнего рынка и стоит отключил их слов зависимости от представлений какие фирмы как там представлены на рынке может оказаться так что вот текущий обобщенный центр ой цены он хороший он правильный ранжирует и он эффективен а может казаться что не так и вот показал какие условия такими так и и очень предложил как это отправиться а а вот совместность такие разделе хакимова и который яндексе работает и в шее или в уровне ком который наш бывший студентка вы сейчас заработать мы решили посмотреть на то что в ценности сами ценности например за позиции не могут отличаться от общего количества позиции рекламы которые показывают ну и в общих аукционах количество ценностей за товар могут отличаться от того сколько таких товаров подается почему это может быть рекламе ну хотя потому что например если показывается три разных рекламы и человек например считались на гостиницу и сайт куда-то вот он может выбрать либо одно либо второй либо третье может посмотреть на конкурентов и купить у них а если показать столько один и я на этом одни ты просто не подачиваться он не получил информацию с большей вероятностью будет покупать у меня и мы показываем что интересно что в разрез даже с классической экономической теорией который анализирует аукционные фактические предположения сначала фиксируем количество товаров которые мы подаем а а затем устроиваем правильный аукцион оптимально эффективен что если мы учитываем этот эффект ценности от позиции то правильно аукциона становятся те в которых количество будет определяться внутри самого аукциона он не будет разделяться что сначала вес ступень сначала определен количество а потом ценности мы и соответственно характеризуем аукцион дальше несколько комментариев про деньги тоже про исследование понятное дело что для бизнеса который яндекс и google эффективность это конечно хорошая цель и во многом это то что они хотят сделать но есть все таки некоторые конфликт между эффективностью и зарабатыванием денег пока если хотите разработки про эффекте сейчас по которой повышать эффективность будущем они принесут доход только в будущем а деньги на это без дисконтируем ничего нужно сейчас ну и соответственно есть некоторые дополнительные если сказать правильная цель такая заботе от эффективности с небольшим с небольшой заботой о том чтобы вытащили не сейчас как выдаст свои деньги в аукционах большой простой механизм резервной цены и грозных три барьеры в рекламе как ни странно резервная цена играет дополнительно не очень полезную роль они текают плохую рекламу ровно поэтому рекламные сайты может создать испокон веков бежали некоторые барьеры про не показывать сильно плохую рекламу грубо говоря если человек не готов платить какую-то там разумно минимальную цену то наверное у него реклама плохая зачем пользователей почему просто засорять выдачи будет ну а вопросов с правильным приемом резервной ценой и метода в огромное количество огромное количество данных вот возможность я даже экспериментировать возможность настраивать машины обучиться или барьеры они тоже зависит от контекста сейчас используется от времени от многих вещей и не настраивается там не знаю дельными большими программами которые большими черными ящиками сказать которых оптимально нужно читать но вот принципы настройки и барьер очень важны один из принципов ровно такой же как вот первой цены и второй цены в аукционе первой цены то что я платил зависит от моей ставки ровно это вынуждало людей играть и прыгать в опционе второй цены то что я плачу и когда я показался уже не зависит на ставке и это дело его динамической стоящим соответственно любое использование практической здесь барьера такой же самый принцип или общественное образование чего бы не было но в условиях интернета о том чтобы цена сколько я плачу не зависела напрямую от того сколько я поставил потому что если она будет зависеть я буду пытаться играть резервная цена как вообще делается но если я могу установить ценности на самом деле достаточно восстановить распределение ценностей после этого я мог бы ее даже аналитично посчитать и и замечательная статья островского и шварца про эксперимент резервов цен яху и про метров их подсчета вот но вот здесь два слова сказать об исследовании которые были аркадетским сделали яндекс и вши и на земле совершая о том что а если участники неоднородно когда что уже вопрос а столько оптимальная резервная цена как считать оптимальную резервную цену если участники приходят за разных кастерей но практически вопрос тогда а как постановит разные распределения наверное определить что они могут без разных распределений легко их надо вас надо это часть проблемы вторая часть проблемы а что в этой информации важно и мы посмотрели на 4 различных типа информацию продавца например продавец знает распределение откуда приходят ценности для каждого участника каждый конкретно участника он знает только среднее распределение он знаю что есть два распределения на что каждый участник приходит и метр этот раз стреление стоимой вероятностью и он знает что есть два statistically не там участников например двадцать которые пришли в и там 10 из них не знаю со дня 30 комплексора он знаком может различать этот тип распределений как оказывается продавцу единственное здесь важная информация это например если он знает что есть два распределения но у него только горятность модель мира это никак не помогает от того что он не знал что есть два распределения просто их считал как одно от того что мы знаем как эта информация может и соответственно точно так же если он знает у кого какая распределение или он знает что 10 таких 10 таких ему достаточно знать только вот общую количество информации эти два распределение дополнительной информации о том кто есть кто конкретно ему не важно качество рекламы пару картинок сетях вопрос как оценить сетях большая проблема и проблема в том что если мы на самом деле это ключевой параметр технически кажется в этот лифт фуре какая грани срочно рекламу перед так чисто вообще большой налоги но знаете экономик есть ввп есть инфляция как бы важны технически переменные которые политики и макроэкономисты период сетях конечно не макро перемены она для каждого рекламодателя возможно каждого ключевого слова возможно в разных позициях другая отдельная но это все равно важный момент это параметр качества важно его ценить а простой подход например если данных много примерно до дня дню все все похоже возьмем конкретную рекламу эта реклама а она показывается на разных позиций допустим я хотел бы оценить с какой вероятностью это реклама показывается на разных позициях на не укреплен до разных позиций если возьму просто исторические частоты не было проблем почему потому что есть смещенный обор что это значит когда это же реклама показывать на первой позиции по какой-то причине другие в это время не хотят показывать рекламу это наверно значит что сам запрос не такой уж крикабельный не такой уж релевантный подходящий то же время когда это же реклама показывается на третьей позиции это говорит о том что есть серьезные конкуренты и что наверно это запрос не ходили а значит что как бы сам сами ситуации когда на первой позиции на третьей позиции они не независимы друг от друга они сами чем-то вызваны из-за этого получается смещение как возможно разрешить сделать эксперимент это равно то что мы сделали вот здесь на английским и деле хакимовый яндексе и сейчас на данных эксперимента также работает сергей решенка студент этого года чтобы сделать возьмем конкурентный запрос показываться только три рекламы 2 отобрались рекламы а вот как только их отобрались рекламы мы их программизируем то теперь из этого отбора рекламу случайность на первой и третьей позиции а кроме того чтобы выяснили эффект от количества реклам еще продавим зируем про сколько сколько реклам показывается 1 2 или 3 ну и на какой-то доли таких запросов мы сделали как они это маленькая доля доля процентов они не знали бы они об этом не знали но тут стоит сказать что компания экспериментирует постоянно и там пользовательских соглашениях и все остальное ну как бы это все конечно аккуратно прописано вот и так вот часть данных они специально приведены так я вам не скажу общее количество я вам скажу как бы представьте что я показываю одну позицию и это для порядка это не для всех рекламных фраз и первых слов но даже большой группы разных темы тематик разных кластеров данных много но это не есть показатель совсем совсем среднего яндекса сейчас специально потому что это может комиссировать иначе бизнес информации но репрезентатив по части и так 0 процента значит что вот есть какая-то доля участников который кликает на одну позицию если показать столько на позиции если мы будем показывать эксперименту две позиции количество кликов увеличивается на 50 процентов общие если показан три позиции на 87 процентов больше реклама показа больше кликов естественно нормально что здесь он что запрос на самом деле это поднимите запросы до один и тем же запросы но фактически случайный подводная то есть как дальше идет агерикация а это были запросы на которых изначально могу показываться три рекламы но вот только вот этого значит что иногда показывается из этих трех только одна реклама нет мы не даем мы просто управляем как лично реклама который покажется по экспериментам по реальным данным заметим здесь как не знаю яндекс решает показать так и будет это общий прирост кликов или это это очень прирост кликов или хотя бы что на одну я не это общий прирост кликов на одну из двух надо из трех нет то есть только но если показываем стриме то есть человек может все сразу уточняю точнее знаете хороший вопрос это я думаю что нет это это на это вы правы это вероятность того чтобы хотя бы риск и прирост вероятность того чтобы хотя бы один клик по вероятности кик на заметим вот он и очень четко оценивали негативный эффект что когда показывается одна реклама на вне эксперимента на нее кликают хуже это вот поймали за хвост для смещенной отборки на нее кликают хуже потому что это говорит о некоторых мере того что такие ситуации в казнице некачественная реклама заметим вот эта цифра говорить про то же самое что когда рекламы 2 как бы эффект меньше надо тоже говорит наши ситуации до рекламы 2 не 3 это менее крикабельный запрос а вот этот цифр разуме этим паре лента говорит о том что заметим разницы нет что когда их 3 мы не ожидали что ему как бы части качества данных чтобы не тоже сам эффект что когда их 3 а вы показываете эксперимент и это нам позволило одновременно показать какие отдельно эффекты по блокам и убрать это освещение опять же относитесь яркой важный показатель если мы будем компания будет совершенно тупо прямо с кучей деталей полотом характеристикам но не учитывать возможность вот если экономический эффект результаты будут прогноза неправильно и более того по факту его даже не поймаешь потому как вы когда будете ставить оптимальный прогноз и у вас будет моментные условия том что среди вы не ошибаетесь вы будете на самом деле ошибаться из этого освещения на самом деле какой что чем больше конкуренция за рекламную позицию тем больше в район спитов что в принципе это означает что рекламодатели они совместно думают более правильно чем у нас по одессе понятное дело что например это показа того что есть польза сами пользователи на дополнительной рекламы и как больше мы это видим мы можем отдельно оценить эффект на кликабельность одну и ту же рекламу если она показывается на одной на второй или на третьей позиции но тут и говорит о том что смотрите что если важные компоненты технические но на этом устроен весь бизнес мы практически сказать знаете что избирание истории он первой цены он не работал он не работал не работал реклама показывать но была пущенная польза и отчасти из-за этого может быть google и стал доминирующим игроком потому что конкуренты фактически пускали эту пользу и этот вопрос о праве организации рекламы говорим но если мы теперь участвуем качество качество это сетя нам неплохо в этих сетях правильно предсказать и аккуратно предсказать но фактически вот эта часть эксперимента говорит о том что заметим вот предсказание сетях но если она не учитывает смещение то он будет неправильно есть различного смещения которые неплохо бы учитывать и нет второе смещение вот это три штаты по кликабельности на одну и ту же рекламу зависимости от позиции то есть если сто процентов вот первой позиции а соответственно если эта реклама показывается внутри блока то на нее когда на первом месте все равно клика достаточно хорошо теперь клика то может больше чем а если она показывается на второй позиции ну вот есть некоторые потери че 20 процентов на 20 процентов то есть если три позиции в эксперименте то же самое все на первом позиции кликает хорошо и там эффект точнее не отличается от того сколько еще оказывается вокруг что что-то говорит о том какой же эффект но вторая позиция хуже третье позиции еще смотрим на реальный данный реальные данные пока совершенно другие картинки может спросить как так может здесь вопрос о том как устроен опцион яндекс 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 отбирает три лучшие рекламы вот вот этому параметру а вот внутри не ранжирует только по стартам это значит что на первое место с хорошей вероятностью более часто попадет компания с большой ставкой и ей нужно для этого супройти барьер но с маленьким сетям просто из-за правил показа яндекса оказывается что как бы этот барьер если нужно пройти не стать в три лучших конкурента но опять же если есть вариация между рекламами по их качеству она есть то с большей вероятностью более качественно попадут на третью позицию они некачественные на 1 и это как раз в общем то и не подчеркивает это части говорит тоже что рекламодатели пользователи они не понимают про качество они не просто последовательный тупо кликать на рекламу они внимательно не кликать картинки одновременно говорят что так происходит но не страшно я зачем яндекс так делать даже как бы давайте делать как google и как я хочешь такой яндекс делать здесь есть простая картинка которая мы получили симулирование поэтому я просто нарисую а если яндекс ранжировал будет полностью как google по сети армии это были настоящий сетя то количество кликов которые ну там не знаю где-то давайте уравнившись количество кликов которые вот сейчас яндекс получать час он получал там на некоторую проценты угла было бы больше кликов непонятно но вот если ранжировать ранжировать рекламу вот эти три как делает google или как я хочу сделать угол у него и сидели ходите скоро но с учетом полностью а по цене можно находить и скоро кликов долго немножко больше казалось бы почему яндекс так не делал а даже в деньграх непонятно но заметим это же предсказание а если вы теперь будете учитывать качество прогноза то вот эти клики от качества прогноза будут идти и вести себя вот так теперь если это брать качество прогнозов увеличив шеренс как дисперсию прогнозов и вас ваша кликабельность будет достаточно быстро падать вниз что почему так получается потому что если у вас прогноз не очень качественный и он варьируется сильно вы будете отбирать удачи тех у кого у вас прогноза выше сетях и показывать их а на самом деле реально рекламенность будет меньше яндекс так работает я потому что я в принципе здесь можно заметила что работает разумно я бы не сговорил о том что и именно это ответственно за то почему яндекс только успешен потому что есть такие аргументы но это не такой тривиальный момент на самом деле но это опять же момент качества прогноза сетях улучшая качество прогноза сетях если бы заботилась о только эффективность наверное может быть яндекс конце концов он перейдет и на самом деле на некоторых под рынках рекламы так уже работает идет на на прямой эранжирование по качеству последний слайд и отчасти извиняюсь некоторую продолжительную эксперименте было существенно больше вероятность клика если три позиции показывать чем дверь или чем выше сами существенно выше если показывать только одна позиция например и рекламодателя проходит но один готов платить очень много а его плата как некоторые прокси того какая пользует пользователя а другие мало то ровно такой ситуации возможно стоит показать только одного почему потому что это увеличить клики на этот покупки концерт на этого одного это увеличить ценность за пик этого одного он конечно будет готов заплатить больше но этой пользой пары сами пользователи ровно поэтому ровно в этом как раз вот скрытые элементы дизайн и в общем то и я так скажу в яндекс и google ровно про это думает для какой-то степени это имплементированной какой-то степени может быть будет имплементированной но у губа это такая мягкая информация и у него есть барьеры по как резервную цену можно сказать по любой позиции по любой группе рекламы которые показывают опять же яндекс так работает по-другому нет есть барьеры на гоногруппы но они это не дали резервную цену отчасти опять же потому как есть отдельные соображения почему же будет вы не стоит водить ну что ж знаете как бы мир рекламы можно сказать устроен незамая налоги я в парке например гуляя сами или с детьми ту дей кинотеатры 3 кинотеатры 5 день кинотеатры всякое такое вот это вот контекстная реклама на и строй на в общем-то многоразмерно мились это можно сказать здесь есть пользователь да вы пользователь их действия рекламы мы на самом деле не так много про них знаем мы знаем много вещей которые вот наблюдательны что часть из них используют яндекс и google часть используют ну как бы как они может перетекать по времени мы знаем какие поисковые запросы не делают какие тематики делают чаще не знаю какие делают мужчине и женщине чаще как это полиции эволюционировано по времени но мы знаем такую собственно просто наблюдатель информации на улице идет дождь если машин есть пробки но это не то как мы понимаем почему берутся пробки например в экономике мы понимаем а вот для рекламы рекламного ислама понимаем почему пользователи кликают как они кликают и это достаточно активно области следований хотя это сложно пользователи есть рекламодатели вот вот эту часть мы понимаем сейчас сильно лучше и отчасти потому как естественно отсюда берутся деньги даже здесь есть куча интересных вопросов конечно здесь есть вот посередине вот этот вот посредник организатор который может менять дизайн аукциона и более того правильно делать дизайн такой который эффективен я не знаю видел вас и нет удалось понять что тщательный дизайн очень полезен здесь тут есть google другой конкурент это уже в общем-то конкурентная среда у которого в общем то есть такая же область и как пересекающихся пользователей рекламодателей есть конкуренция между ними и третьими лицами но тут есть еще и не знаю внешняя среда внешний интерес как бы это может быть не знаю там не знаю коммерческие интересы компании яндекс или google предоставляя некоторые дополнительные сервисы и пользователи ищут пользователи могут искать например ресторан чуть не предоставить пользователю информацию зарезервировать местечки в ресторанах массу ресторана пользователь может искать барикмахера опять же почему напрямую пользователю не предоставить услуги барикмахер а получается что тогда вот эти же компании которые обладают огромными источниками возможность собрать информацию могут входить если хотите ли оперировать на соседних рынках то есть они тогда предоставляют конкурент соседних рынков есть внутри здесь интересная структура даже продукты индивидуальные но это рекламодатели в общем-то как-то конкурировать друг с другом лучшие модели на сегодняшние представить это некоторая модель сети но вопрос о том как эту сеть представлять вообще даже как определять что есть конкуренция на этом рынке насколько стоит ли этим рынком как-то не заправлять регулировать вопрос из конечно совершенно внешний поле для исследований к макроэкономика после тысячи рекламы может могу ли по тому что они счета принять и стране может я могу сделать прогноз инфляции на будущее зависит из того как пользователь еще или как рекламодатель часто это рынке много еще чего спасибо за внимание и я готовить на ли вы ваши вопросы еще раз извиняюсь за задержку просто в таком формате первый раз и в общем-то тяжело было сказать оцените сколько потребуется времени на лекции интересный рынок с хорошей вероятностью будет и у нас смотрите значит ртб реал ангелин вопрос как бы чем отличается от этого рынка то есть я здесь нарисовал в яндексе здесь есть пользователи человек пришел кликнул здесь есть рекламодатель сильно примитивно можно сказать знаете что давайте я будет вам позволю рекламодателям мгновенно реагировать и выставлять свою ставку сразу после того как пользователь пришел ну такой примитивной модели кажется ну а какой смысл почему рекламодатель здесь не может сказать чего он хочет этого пользователя заранее вот здесь есть потенциально дополнительные вещи какие представьте что рекламодатель здесь или какой-то агрегатор рекламы он знает про этого пользователя больше чем яндекс ну или хотя там яндекс может знать может не знать но как бы не накапливать информации потому что информация нужна рекламодатель особенно если такой пользователь и подобные там делают определенные покупки готовы пользователя заполучить заметим опять же сильно просто здесь может быть из-за того что рекламодатель больше контекста знает чем сам яндекс про этого рекламодатель может быть но если так это как раз создает такой не за прямой эффект того что рекламодатель может взять и живом в режиме бороться выяснить я этого пользователя хочу а этого не хочу с небольшим маленькой передачи информации это один момент из-за чего вот real time и опять же возможных архитектур здесь может быть очень много просто вот добавление того что это происходит в реальном времени как база рекламодателя что это становится возможно другой момент представьте что этот пользователь он зашел на какой-то сайт смотрите сейчас пользователь зашел на яндекс ему кто показывает рекламу яндекс после зашел на гугл ему кто показывает рекламу после зашел на меру и на то покажет рекламу тут возможно милую а возможно яндекс возможно гугл возможно месте после зашел на российскую экономическую школу ему кто показывает рекламу ну опять же возможно российская комиссия кого возможно никто возможно яндекс возможно гугл на эти рынки заметим потоки они как бы сегментированы что если я могу сказать знаете что вот есть вот мы так вот эти вот кружки этот итог я возьму и объединил и буду в центре ну пусть нарисую яндекс здесь и что яндекс будет участвовать точно так же как может быть экспеди собирать различных авиакомпаний когда куда-то пришел кастом и не обязательно к яндексу на любой набор возможных торговых мест площадок он будет информацию сообщить яндекс будете получать агрегировать опять же и условно говоря яндекс вопрос кто это причине чем вижу будет организовать и как и принципе это открытые совершенно такой большой вопрос и здесь я могу рассказывать и спекулировать сколько хочу но точно так же яндекс вот это вот будущее центром как как вижу может эту информацию о легенде из разных источников передавать вот тем людям которые готовы делать ставки опять же это можно теперь ни один рекомендательный большой такой рекламный дом целое агентство которое будет в себя уже перестрелять эту рекламу как-нибудь вот но смеется за по пользователю с учетом различных характеристик панинических откуда пришел любого чего вы можете придумать и понять перспективы достаточно ощутимы так сказать но посмотрите очевидно здесь есть опять же если мы говорим про эффективность есть дополнительная выгода от того чтобы корнировать потоке про говоря вместо чтобы я не знаю кто-то произвел картошку картошка может быть нижнемограде может быть в курске она может быть в туле а сейчас картошкин такой что картошка нижнемограде направляется купаться нижнемограде в туле продается покупается в туле вот но покупатель могут быть не те же покупали на смысле пользователь как разошел на яндекс вещать яндекс это позже нижнемограде который зашел на google он в туле только некоторые доли здесь хитрые которые понимаешь может зайти на гугл тоже кто-то фейсбук зашел эти рынки локализованных получается вопрос том чтобы эти рынки как ибей на всю страну из этого есть эффективность то есть скажем так этому конкретно пользователи могут показывать рекламу совершенно огромное количество источников не только яндекс директ например может быть стоит 0 показать видео или кто-то скажет сам под агентство что знаете я готов этому конкретно показать видео и сильно дороже чем там кто-то другой готов показать обычно рекламу потенциальная эффективность здесь большая и это на самом деле и только это говорит о этом перспективах развития рынка и то что развивается в америке не как бы будет и у нас это просто однозначно в каком виде а вот эта сложность потому как здесь уже конкуренция есть потому что компания вот здесь базовый принцип если хотите обычной кармической конкуренции ты хочешь разделить свой продукт от другого и выяснил конкурента ты не хочешь делать продукты которые очень подобны потому как тогда вы конкурировать и по цене друг с другом и не у вас не будет любит но отдельная вещь ты хочешь вытеснить конкурент а я не говорю что яндексе его будет это делать его лет восемь годах их наверное еще чит в россии федеральной антимодопольной службы быстрее прищучит но как бы если подписал контракт сейчас что происходит площадками у одна из компаний подписывает контракт и передачи рекламы ранее присутствует это явно потеря эффективности но смысле бизнес-организации выгодно для гугла или андекса потому что это выталкивает конкурента с этого рынка в этом сложность сложность тогда в организации кто и как будет подключаться какая были за ними борьба и вопросы праве цели в оптимальный дизайн опять же все это те же секторами там кучу вопрос как это будет выглядеть сейчас реклама идет через поисковую систему о чем вы сегодня собственно рассказывали часть реклама напрямую подает какие-то площадки какие-то сайты и ценообразование достаточно субъективно то есть ну например считается что на этой площадке стоят столько-то а на этой столько-то они отличаются от ценообраза и не всегда учитывают и не всегда учитывают посещаемость и аудитории этой площадки фактическая экономизация всего этого хозяйства приведет к тому что будут применяться какие-то реальные цены и рынок очень сильно изменится то есть может быть какие-то топовые площадки по цене упадут а какие-то маржинальные наоборот ну да и так это очень верно и катаколь да вы посмотрите я не просто знаю даже есть несколько совершенно базовых теоретических вещей как бы и это как раз вопрос я сказал вот тут вот конверсия 6 конверсии конверсия готова а купил он после этого или нет для российской действительности пока по крайней мере пока это верить очень сложно потому как недавно люди пользуются интернетом и компании теперь если буква не могут в общем то получить очень качественные и репрестативные по разным категориям продуктов данные о покупках по рынкам можно прямо напрямую работая с конкретными рекламодателями там можно как бы сформирование тогда возникает вопроса как мерить вот эффективность внутри к примеру вас за рекламодательности потому что зачем он очень хочет тракт он очень много кликов к себе он может прийти за этим трафиком на яндекс может уйти на трафиком на угол если мы ходим по по всяким и показывать на сайт или вопрос он может на этом сайте получить трафик на этом сайте на этом сайте возникает вопрос здесь это трафик эти люди клики они одинаковые например если яндекс аккуратнее дает выдачу поиска может быть люди ищет яндекс и если попадает реклама они с большими кликает с одной той же вероятностью но вас больше вероятности доверяет и клик более качестве это люди которые точно также если на сайтах смотреть вероятность того что клик приведет к чему-то хорошим на одном сайте один на другом сайте другой как их понять не знает информации очень тяжело я могу сказать что есть огромная вариация я не знаю вот да возможно настраивать алгоритм получаем больше данных можно ценообразование строить более качественно например тот же яндекс может у себя внутри взвешивать ценности клика сколько он берет за клик зависимость того от вероятности клика на сайте вот проблема если хотите базовая рекламодатель многие серия но у некоторая доля они отказываются показывать свою рекламу на сайтах потому что гори знаете клики на сайт и они в общем то для нас наверно хуже там другая аудитория некоторый ресерч в яндексе говорит вопрос тут как их коммуницировать что клик на самом деле внутри яндекс одинаковый неважно случился директ или нет или сайт через сети но оказывается по каким-то хорошим мерам конверсия там какая вероятность длительного пребывания на сайте и так далее то сам уже клик он там с разной вероятностью случается на сам клик оказывается методами тоже конверсии но такую информацию потенциально можно учить иметь ввиду из директа и из просто из сети да и из поиска сетей из других да яндекс предоставляет распределяет эту рекламу на сайтах партнеров мая коллеги я предлагаю давайте сделаем так давайте для начала благодарим сергея мы поскольку мы когда наши все использовали мы сейчас лекцию формально завершаем и я думаю что сергей останется здесь на какое-то время для того чтобы ответить на любые вопросы которые мы не успели задать я хочу поблагодарить всех кто пришел и анонсировать что шестнадцатого мая после всех праздников мы продолжим нашу серию лекции у нас будет Яна Волкович из Барселоны медиа будет рассказывать о всяких интересных вещах которые происходят внутри Википедия и о сообществах которые там живут и развиваются большое спасибо спасибо